Добрый вечер! Добрый вечер, Дмитрий. Андрей Валерьевич, 1 августа Росстат начал первую в России сельскохозяйственную микроперепись. Расскажите, пожалуйста, чем обусловлено сейчас ее проведение и существует ли какая-то история проведения у нее? Да, конечно. Сельскохозяйственная перепись хоть и небольшая, но достаточно значимая история. Первая перепись сельскохозяйственной была проведена в 2006 году, следующая через 10 лет в 2016. И еще одну мы ждали в 2026 году. Но картина в сельском хозяйстве очень сильно меняется. И государство вкладывает достаточно большие ресурсы и средства в развитие и поддержку сельского хозяйства. Поэтому для того, чтобы сделать вот такой, знаете, мгновенный снимок, то есть увидеть, что сейчас происходит, было принято решение о проведении именно микропереписи. То есть это, скажем так, уменьшенная копия большой переписи, которую проводили в 2016 году. И данная мера позволит нам понять, насколько у нас выросло количество условно-тех же крестьянско-фермерских хозяйств. И как развиваются личные подсобные хозяйства у граждан. Поэтому это важная задача государственная, которую мы выполняем и решаем. Расскажите, пожалуйста, когда будут известны уже первые итоги микропереписи? Первые итоги будут известны уже предварительно и в ноябре этого года, окончательно и в 2022 году. И почему так быстро? Потому что сегодня микроперепись сельскохозяйственная проводится с использованием планшетных компьютеров. Это позволяет сразу же обрабатывать данные и не заводить их вручную с переписных листов. Но есть и переписные листы, по ним переписывают предприятия сельскохозяйственные, крестьянско-фермерские хозяйства. Поэтому здесь такая двойная система, но именно использование вот этих планшетных компьютеров, системы веб-сбор, которая позволяет заполнить переписные анкеты в интернете, позволит быстро обработать результаты и уже видеть статистические данные, которые важны. Андрей Валерьевич, я сейчас предлагаю нам с вами посмотреть сюжет первый и после него нашу беседу продолжить. Да, давайте. Здравствуйте. С 1 августа 2021 года в одной стране проводится сельскохозяйственная перепись. Мы предлагаем вам ответить на вопросы нашей анкеты. Вы не против? Нет. Давайте. Хорошо. Укажите, пожалуйста, общее число лиц, проживающих в домохозяйстве на 1 августа 2021 года, включая вас. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. Хорошо. Укажите число лиц, постоянно проживающих в данном домохозяйстве. Столько же. Столько же, 6, очень хорошо. Производилась ли в вашем домохозяйстве сельскохозяйственная продукция на первом полугодии 2021 года? Вы что-нибудь выращивали? Да. Да, производилась. Для себя. Укажите цель производства для себя, да, для самообеспечения продовольствия. Валентина Рожнова проводит сельскохозяйственную микроперепись в селе Заворова. За день обходит более 30 хозяйств. Последняя перепись проводилась в 2016 году. За это время поменялся перечень задаваемых вопросов, а все данные теперь собираются в электронном виде. Поменялся перечень вопросов. Я последний раз участвовала в 2006 году, один год я пропустила. Перечень вопросов поменялся, во-первых. А во-вторых, у нас перепись уже в этом году проходит на планшетах в цифровом формате. А раньше мы все это переписывали на бумажном носителе. Поэтому перепись намного стала более такая продвинутая, прогрессивная. Всегда на деревне так и было, что каждый крестьянин выживал только за счет собственного труда. Поэтому картина 15-летней, да, она сейчас поменялась. Сейчас уже люди размещают гораздо меньше газонов у себя на участках. А теперь переходит уже к выращиванию различных, можно сказать, съедобных культурных растений. Да, больше вот именно для себя, для своих родственников выращивать полезную продукцию. В территориальном управлении Юго-Западное работает 42 переписчика и 9 инструкторов, которые систематизируют данные сельхозпереписи. Каждый сотрудник оснащен номерным планшетом и спецодеждой. Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 21-го года. Ну, сутка, наверное. Картофелем вы сажали? Да, несколько грядок. Сколько у вас приблизительно квадратных метров занято картофелем? Ну, два, наверное. Два квадратных метра. Капуста всех видов, кроме цветной и брокколи, есть у вас? Нету. Цветная и брокколи? Нету. Огурцы в открытом грунте? Есть. Сколько приблизительно квадратных метров? Понимание было общее. Сколько наши люди держат скота в своих личных подсобных хозяйствах? Сколько выращивают различных культурных растений? Сколько выращивают плодовых деревьев? Все это необходимо для общей статистики и понимания, куда мы движемся и в каком направлении нам нужно приложить какие-то усилия. Сельскохозяйственная микроперепись продлится до 30 августа 2021 года. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, должны относиться к этому с пониманием и сообщать достоверную информацию. Андрей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, мы все прекрасно знаем, что наш Раменский городской округ, он своевременно начал проведение этой микропереписи. Расскажите, как у нас в округе шла подготовка к этому событию, не побоюсь этого слова, к государственному масштабу? Да, действительно, это государственная задача, и она в микропереписи проходит не только в Московской области, но и по всей стране. Подготовка была достаточно напряженной и трудоемкой. Был создан штаб по организации переписи, была создана комиссия. Мы привлекли достаточное количество переписчиков в нашем округе, их 200. Создано несколько счетных участков. На них есть инструктора, которые организуют контроль за работой переписчиков. Вся информация об этих счетных участках и инструкторах размещена у нас на сайте администрации Раменского городского округа в разделе сельскохозяйства. Поэтому там можно увидеть все адреса, контактные телефоны. Поэтому к работе, естественно, подошли со всей ответственностью, и первого числа начали ее без задержек, без каких-либо эксцессоров. Адри Валевич, а если вернуться немножко назад, к вопросу о сроках появления итогов микропереписи, расскажите, вы сказали, что новые цифровые технологии, как мы сейчас по сюжету видели, помогают. А в работе на местах, то есть эти технологии тоже вводятся? На местах? Да. То есть в работе у нас, то есть в технологии. А, ну, конечно. Вот, как уважаемая Валентина отметила, и она, мне кажется, очень довольна, что перепись проводится на планшетных компьютерах. Данные сразу же по окончанию ее периода работы сгружаются в базу, то есть это нам позволяет не задерживаться в обработке данных, и, соответственно, быстрее нас подводит к результатам, то есть к подведению итогов. Всем у нас в переписи участвуют 184 сельскохозяйственных организаций, которые производят сверху продукцию, 112 крестьянско-фирмских хозяйств и около 83 тысяч личных подсобных хозяйств. То есть для понимания, да, если бы мы обрабатывали 83 тысячи переписных листов вручную с бумаги, перенося данные в компьютер, это бы тоже заняло какое-то время. А так это возможно сделать сразу. Ну а организации, они заполняют на листах или, как я уже говорил, через интернет, и также их обработать намного проще. Поэтому надеемся на быстрые итоги и на, соответственно, более быструю реакцию от государственных органов на итоги переписи. А сколько переписных участков открылось в нашем округе и вообще сколько переписчиков работают? Я знаю, что немало их работают. Да, это, значит, у нас 175 счетных участков и 200 человек переписчиков. Вот переписчики в основном это местные жители. Вот как в сюжете Валентина, она уже не первый год этим занимается. То есть они опытные люди, они знают примерно территорию, на которых они работают. Примерно знают жителей, потому что жители нечасто выезжают, особенно с сельской местности, там все-таки дом. Поэтому они все прошли обучение, они все, как было видно по сюжету, имеют фирменную спецодежду, они все имеют удостоверение номерное. Поэтому спутать их с кем-то, ну, я думаю, что очень трудно. Если возникает, например, вот такое подозрение, что какие-то мошенники могут прийти, подвинуть переписчиков, то нашим жителям необходимо, конечно, сразу же требовать удостоверение, которое переписчик предъявит при первой, по первому требованию, и убедиться, что это действительно человек, который государственную задачу выполняет, а не какие-то свои кажется цели преследуют. Андрей Валерьевич, я сейчас предлагаю еще один сюжет посмотреть нам и дальше продолжить беседу. Да, конечно. Росстат начал в России сельскохозяйственную перепись. Она будет проходить в течение всего августа. Такой формат – это единственный источник подробной информации о ресурсах и результатах сельскохозяйственной деятельности. Начался такой проект масштабный, то есть переписи именно аграрного сектора экономики. Это фермера, все сельхозпроизводители, крупные, мелкие. Тем самым, я полагаю, так, сформируется какой-то большой-большой такой арьерестер, да, из составляющих, что есть у нас там, крыльководы, там, не знаю, разводят коз, баранов, да, крупноразгатый скот, молочного направления, мясного, декоративного какого-то, да, и, то есть, и соберут их в определенный список, да, в реестр сформируется, и органы власти, тогда, я думаю, можно будет, как бы, больше давать оценку, да, ну, что у них на территории происходит, почему для, ну, почему там не регистрируются люди, почему там не отчитываются, да, некоторые, может, просто даже не знают, что это нужно сделать. Мы данные сельхозпроизводителей ежемесячно собираем, то есть, ветеринарные службы, хозяйств нам отчитываются, мы, в принципе, по поголовью цифры получаем. Но, вот, при проведении сельскохозяйственной микропереписи будут еще опрашивать личные подсобные хозяйства, садовые и некоммерческие товарищества. Тут, конечно, вот эта работа очень полезная. Росстат получит эти сведения, я так понимаю, будут планироваться мероприятия с учетом вот этих цифр. Сельскохозяйственная перепись сегодня единственный источник наиболее полных данных о сельском хозяйстве и его ресурсах. В рамках переписи этого года в Подмосковье насчитывается порядка 755 тысяч объектов. Из них 733 тысячи личные подсобные хозяйства, более 15 тысяч некоммерческие товарищества и более 2,5 тысяч фермерские хозяйства, а также 3,5 тысячи индивидуальные предприниматели сельскохозяйственной организации, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия в Московской области Сергей Воскресенский. Объект переписи – юридическое или физическое лицо, являющееся собственником, пользователем или арендатором земельного участка для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных животных. С жителями у нас очень плотное общение, потому что вот сейчас у нас, допустим, очень острая проблема – это африканская чума свиней в Российской Федерации в целом. Московская область пока, слава богу, благополучна по этой болезни, но очень важно именно получать сведения о наличии поголовья животных в частном секторе, потому что как таковой профилактики нет, то есть ни вакцины, ничего. Именно вот учет, ежемесячные осмотры этих животных, профилактические какие-то там беседы, чтобы хозяйствующие вот эти субъекты соблюдали мероприятия по защите. Поэтому сведения нам эти очень нужны. Андрей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, переписчики у нас практически уже порядка двух недель работают. Расскажите, пожалуйста, может быть, работа их чем-то затруднена сейчас, может быть, у вас такие сведения есть? Да, вы знаете, эта работа достаточно непростая и в первую очередь трудности связаны с тем, что приходится обходить частный сектор, а это, как мы все привыкли, высокие заборы, иногда злые собаки, ну и просто нежелание некоторых граждан давать свои сведения о себе, какую-то информацию раскрывать. и, ну, в этой связи хотелось бы отметить, что перепись это для личных подсобных хозяйств и для садовых некоммерческих товарищей, товарищество, она не будет персонифицирована. То есть граждане сами могут убедиться, когда переписчик к ним придет, что в переписном листе и в форме переписного листа в электронном виде нет ни фамилии, имя и отчества, ни адреса места проживания, поэтому бояться здесь о том, что после этого последуют какие-то либо фискальные требования, либо, не знаю, другие мероприятия, вот то, о чем говорил Виталий Сеевич, ветеринарный врач наш главный, этого не последует. То есть данные этой переписи помогут нам понять условно, сколько у нас в выборочно взятых лично операционных хозяйств содержится, например, тех или иных животных домашних, которые используются для производства молока, либо мяса, либо яйца, и уже на основании этих обобщенных сведений делать выводы и готовить госпрограммы по защите или профилактике от каких-либо болезней. Это что касается ветеринарии. Поэтому еще раз, ни в одном переписном листе не будет написано, что условный Иванов Иван Иванович проживает в деревне Заворова, у него там две коровы, три козы и так далее. Это просто будет лист на человека какого-то, у которого две коровы, три козы, но к нему никто не придет ни с какими санкциями, ни с какими мероприятиями контрольными и так далее. Поэтому здесь можно этого не бояться. Как раз многие жители задают вопрос, сейчас часть всего насколько открытыми будут данные микропереписи? Данные будут вообще все статистические данные, которые могут каким-либо образом идентифицировать то лицо, о котором они говорят, они всегда являются закрытыми. это информация ограниченного доступа и естественно никто в широкий доступ не выложит данные все об скажем так каждом переписном листе. Они будут обработаны, обобщены все и в том виде, в котором они нужны специалистам, условно, в виде графиков, в виде общих цифр, они будут доступны. Так, чтобы эта информация хранилась где-то в интернете в открытом виде и так не будет. И вот в совершении нашей беседы что бы вы хотели подчеркнуть как основное в теме нашего сегодняшнего сообщества и диалога касательно сельскохозяйственной микропереписи? Ну, хотелось бы наверное два момента осветить. Первое, что данные по этой микропереписи сельскохозяйственной важны государственному муниципальному органу власти для того, чтобы все-таки планировать мероприятия по поддержке наших крестьянско-фермерских хозяйств, планировать мероприятия по защите личных подсобных хозяйств и возможно развивать те отрасли, которые понадобятся, то есть условно, это какие-то производство кормов может быть каких-то других, того, чего сейчас не хватает. Значит, и хотелось бы наших уважаемых сельхозпроизводителей, юридические лица, наших трудолюбивых уважаемых фермеров призвать к участию в переписи, не отказывать переписчикам в предоставлении сведений, потому что еще раз подчеркну, это задача, во-первых, она государственная, то есть она нужна нам всем, и во-вторых, она принесет только пользу, никакого редателя не будет. Андрей Валерьевич, я бы хотел, чтобы вы для наших телезрителей, жителей напомнили, куда и по какому номеру жители могут обратиться по интересующим их вопросам. Да, значит, еще раз, у нас информация обо всех переписных участках размещена на сайте администрации Равенского городского округа в разделе сельское хозяйство. Также можно обратиться у нас в наше управление статистики Равенского городского округа. У них есть телефон, мы будем проектовать, городской телефон 496 46 3 21 80. Значит, по этому телефону можно обратиться и получить исчерпывающую консультацию о том, как пройти перепись, куда обратиться. Я думаю, Андрей Валерьевич, что после нашего сегодняшнего диалога будет меньше вопросов у жителей. Надеюсь, что мы на те вопросы, которые основные мы сегодня успели ответить. Я тоже надеюсь, и надеюсь, что еще более ускоренными темпами мы пойдем в этой работе, чтобы закончить ее к 30 августа и чтобы наш округ показал достойный результат на фоне других в Московской области. Спасибо вам большое, что уделили нам время и пришли в гости. Будем вас ждать у нас все чаще и чаще. Спасибо вам большое. Всего доброго. Уважаемые телезрители, и вам большое спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Курунов. Программа «Вечерний диалог». Смотрите Раменское телевидение и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова